Как жалит пчела и кто окажется устойчивее к ее яду, личинка или человек? Сравним нападение пчелы на овощиную огневку и меня. Проведем эксперимент. Огневку ужалят пять пчел. Процедура сложная. Главное, чтобы не попасть себе в палец. Жало пчел практически не застревает в кутикуле насекомых. Оно свободно извлекается, и пчела может отправляться дальше по своим делам. Оставим личинок на денек и разберемся с человеком. Вы знаете, что пчела может ужалить человека лишь один раз. На кончике ее жала есть микроскопические крючки, которые застревают в коже. А жало может потом сокращаться и без пчелы, впрыскивая яд в ранку. От одного укуса возникает кратковременная боль и жжение, а потом покраснение и отек в месте укуса. За один укус пчела выделяет примерно 150 микрограмм яда. Известно, что летальное количество пчел на одного человека где-то 250-500 штук. Что же с покусанной огневкой? В местах, где ее жалила пчела, обширные меланотические скопления. Это результат заживления прокола. А в целом, личинка чувствует себя хорошо. Пять пчел для нее не проблема. С учетом веса личинки, доза яда, которую она получила, сопоставима с нападением 2 миллионов пчел на человека. Выводы очевидны. Огневка устойчивее человека. Но почему так происходит? Будем разбираться в следующих экспериментах. Продолжение следует...